Всем привет! Сегодня к вам с новым видео. Сегодня будем говорить немного о Шанель. Я недавно была в бутике и я так соскучилась по шопингу, потому что в Москве бутики до сих пор закрыты были. И мне удалось только в путешествии посетить два бутика. К сожалению, то, зачем я ехала, не было в наличии. Я ехала за маленькой сумочкой в виде сердечка. Это прям самый hot сумочка в этом сезоне. И я в Москве, пока еще работали бутики, встала лист ожидания. И пока они еще не прекратили работу, к сожалению, так мне не удалось приобрести. Поэтому пришлось искать везде, из разных источников. Но, к сожалению, она везде распродана была. Я очень хотела в маленьком размере, в белом цвете. И мне не удалось найти ее ни в каком размере, ни в каком цвете. Хотя они в огромном количестве. Розовая, черная, белая, голубая, лиловая. Лиловая мне тоже очень понравилась. Не менее ждала удачи нигде. Но я все равно еще закинула нескольким консультантам свое пожелание. Пока что безуспешно. И говорят, разбирают просто еще до того, как они появляются. И, кстати, ее нельзя приобрести заранее до прибытия в бутик. К сожалению. Поэтому пришлось уйти ни с чем. Но это не проблема. Я думаю, если она еще будет ей суждено быть моей, она у меня точно будет. Зато появилась сумка одна из моих любимых моделей. Это Toad в модели Deville. Теперь она есть в меньшем размере и с ручками. Не только с плечевыми цепочками, не с плечевыми рюбешками. Но теперь она также... Раньше у нее были топ-хендл только в большом размере. Меня она всегда очень сильно смущала. Несмотря на то, что сейчас, в нынешнем сезоне, она появилась просто роскошная, в голубом цвете. У них вообще очень много небесно-голубого. И она в большом размере. Единственное, меня смущает светлая ткань. И я точно ее запачкаю. И я уверена, что она у меня будет выглядеть, поскольку буквально через пару дней уже очень сильно потрепанной. Но мне очень нравится ее расцветка. И я не удержалась, конечно же, примерила. Также в голубом цвете красивые модели сумки Nineteen. Она до сих пор меня еще не покорила. Сколько бы я не примеряла размеров или цветов, Nineteen не моя любовь. Но цвет мне очень нравится. Еще я примерила замечательную голубую сумочку. Это, оказывается, поясная сумка. К сожалению, я не смогла застегнуть ее на талии. Удалось только на плече. Я еще посмеялась по этому поводу. На плече она не смотрится, мне удобно немножко перекручиваться. Она должна все-таки висеть. Ну, очень симпатичная там такая цепь, несколько отделений. Очень удобно организовать порядок. Ну да, как плечевая сумочка, она не смотрится. Но красивый поясок очень мне понравился. Теперь давайте уже... А, еще! Вот я рассказала, что сумка Deville, она вошла в меньшем размере. Это стоп-хендл. Я просто влюбилась. Правда, черное с серебром не очень мне сейчас на лето нравится. Но в целом я очень довольна ее размером. Потому что он есть в точно таком же размере, только в глазированной коже, в другом цвете. И я от нее в восторге. Как раз покупала специальные такие крепления, чтобы сделать ее с короткими ручками. Мне на плече не очень нравится, как она смотрится. Еще я примерила сандалии, вот эти дед сандалл с папиной сандалии. В каком бы цвете я ни пробовала, я пока на них решиться не могу. Не могу. Есть девчонки, которым они, наверное, очень заходят. Нет, это не моя вещь. Я боюсь, что она очень быстро сейчас отойдет. Да, она уже второй сезон держится. Но я боюсь, что это последний ее сезон. И потом мы точно так же будем, как на старой Биркинстоке, реагировать, что это только ортопедическая обувь. Ничего про моту тут и нет. Хотя цвета очень приятные. Есть некоторые варианты нейтральные. Вот я попробовала примерить очень яркие. Но это не моя вещь. Нет, в таких сандалиях вы меня в ближайшее время не увидите. Теперь давайте перейдем уже непосредственно к моей покупке. Все-таки это больше в моем стиле. Дополнительная пара шлюрков. А здесь кеды. Кеды очень напоминающие своим видом обувь для игры в боулинг. Мне лично очень напоминают. Вот так они выглядят. И мне очень нравятся эти шнурочки с надписью Chanel. Здесь маленький логотип. И сзади тоже логотип. Тут еще, по-моему, написано. Они такие нейтральные. Мне очень не хочется. Я их прям вижу вот с этим платьем. И сейчас попробую вставить фотографию. Или видео, как это смотрится на мне. Я в восторге от этих кроссовок, от этих кед. Я выбирала между черными кроссовками в замше и коже. Это классические сникерсы. Ну, те, кто голосовал. Кстати, спасибо, что голосовали в моих сторис за вариант. За оба варианта. И больше голосов пришлось на этикеды. Вы, наверное, сейчас довольны собой, что тот вариант, который вы выбрали, я выбрала тоже. Мы с вами сошлись во мнениях. Сейчас я их примерю, покажу, как они выглядят. Они полностью кожаные. Кожаная подкладка. А в отличие от кроссовок, которые комбинированы, там есть и нейлон, там есть кожа, замша. В общем, больше элементов, они посложнее. Но вот как-то вот кроссовки никто не хочет. Кеды, видимо, пока что еще у нас остаются актуальными. Сейчас я примерю и вам покажу, как это смотрится. Субтитры сделал DimaTorzok О, привет от меня, редактирующая это видео. Я поняла, что я забыла с вами попрощаться. Спасибо, что уделили время, чтобы посмотреть мое видео. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok